Продолжение следует... Таким образом Бог действует в нашем союзе и открываются новые служения, новые виды служения и молодежь активно вовлечена. И я вижу, что есть большой потенциал для того, чтобы иметь хороший охват и сердец людей, которые нас окружают через медиа служения. И хорошо, что это развивается через встречи молодежи в других местах, потому что иногда сразу пригласить в поместную церковь бывает сложно человека, человек как-то насторожен, а где-то на стороне. И вот я слышу, что по местам в различных городах снимают кафе или какие-то помещения, делают специальную программу, разрабатывают тему. И это актуально для молодежи. И хорошо, когда ищутся новые виды благовестия, когда созидается церковь не только в два часа во время собрания, воскресенья, а какие-то выезды на природу. Ведь написано, что Бог, Он устроил церковь и созидает ее посредством многоразличных связей. И хорошо, когда в неформальном общении мы также имеем общение как братьев и сестер вокруг Слова Божия, вокруг Иисуса Христа. Но тема у меня сегодня о другом. Вообще, вы знаете, для любого проповедника, я думаю, самым сложным является выбор тем. Но я всегда подхожу к этому вопросу так. Что касается особенно меня сегодня? То есть, что проходит через мое сердце? Что переживаю я в данный момент? Поэтому я выбираю, наверное, вот таким образом темы, то есть актуальные лично для меня. Если я сам это пережил, если я сам как-то соприкоснулся в этом вопросе и увидел руку Божью или нашел ответ на какой-то вопрос, который возник в моем сердце, то я думаю, это слово, оно коснется и других, потому что оно не будет искусственным. Оно не будет голой теории. Это то, наверное, что человек сам переживает, он и переносит, и дает другим. Помните, как один из исцеленных, освобожденных Христом хотел пойти за ним, а он говорит, вернись, вернись в дом свой и расскажи, что сделал с тобой Господь. Я назвал свою проповедь «Помни о смерти». Есть такое известное выражение «momento mori» на латинском языке. Дословно оно так и переводится – «помни о смерти». Это выражение стало крылатой фразой, но раньше в Временном Риме оно было обычным в использовании. Эта фраза произносилась во время триумфального шествия римских полководцев, возвращающихся с победой. Представьте себе, триумфальная арка, колесница императора или полководца, и вот он золотым венком едет, кругом слышны овации, рукоплескания, восклицаясь хвалу и славу полководцу, одержавшему победу. Но в этой же колеснице за спиной императора, полководца, стоял раб, специальный раб, который постоянно повторял «момento морi», «момento морi», «помни о смерти». Это нужно было делать для того, чтобы напоминать триумфатору, что несмотря на свою славу, тот остается смертным. И «момento морi» являлась также формой приветствия, которым обменивались при встрече французские монахи Паулины, именовавшиеся также братьями смерти, монахи ордена отшельников святого Павла. Поэтому Паулины, их так и назвали, они жили во Франции в 17 веке. Но сегодня как люди приветствуют друг друга? Здравствуйте, обычно так, да? Таким образом они желают друг другу что? Здоровья. А они что говорили? Они «помни о смерти», «помни о смерти, брат», «помни о смерти, сестра». Вот так они здоровались друг с другом, так они друг друга приветствовали. Это напоминание о том, что мы смертны, а значит, когда-то наступит время, и мы все предстанем пред Богом. И тогда совершенно другая оценка твоей жизни, другая оценка твоих дел, твоих проблем или твоих мечтаний, твоих целей. Все меняется под этим взглядом, под этим углом зрения. Писание тоже часто напоминает читающим его, что человек на земле – существо временное. Мы странники и пришельцы. Так много раз мы читаем на страницах Священного Писания. Мы странники и пришельцы, то есть пришедшие в этот мир на время, причем на короткое. Итак, обратимся к Слову Божию, откроем послание, простите, книгу Экклесиаста, 12 глава, с 1 по 7 стих. Вы знаете, я в последнее время, наверное, почти не обращался к Ветхому Завету в проповедях, но вот почему-то сейчас хочется проповедовать на этот текст. Книга Экклесиаста, 1 глава, давайте мы прочитаем, простите, Эккклесиаста, 12 глава, с 1 стиха. Прочитаем с 1 по 7 стих. Довольно большой отрывок. «И помни, Создателя твоего, в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат серегущие дома, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся, смотрящие в окно. И запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жерного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут черепения. И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Люди боятся смерти. Вы знаете, совсем маленькие дети, наверное, еще не понимают, что такое смерть, и, конечно, у них нет. Я помню, когда однажды вечером на улице мы сидели на лавочке с моим другом детства Максимом, и вот вдруг он заговорил о смерти. Для меня эта тема была как-то неожиданной, необычной, и он говорит, «Марат, ты знаешь, а я боюсь смерти». Вот как-то в его жизни уже это, видать, получилось, и действительно, я помню эту похоронную процессию. Сейчас не так, сейчас вы редко увидите во дворах дома стоит гроб, да, там играет оркестр, или выходят на улицу люди. Сейчас как-то все это делается в морге, сразу, за закрытыми дверями, быстро. А тогда, я помню, в моем детстве это была целая процессия. Я вот помню, хоронили его брата старшего, Николая. Молодой совсем парень, не помню уже, что произошло. И вот плач родителей. Я тогда впервые увидел покойника, тогда открытый гроб, это все было как бы на виду, вот этот марш похоронный. И на меня это большое впечатление произвело. И действительно, страх смерти есть в людях, и люди хотят отогнать эти мысли от себя. И они хотят как-то отдалить этот день, да. И мы знаем, что борьбе со смертью были посвящены изысканию многих людей с древности. Так, например, волхвы древности или алхимики, они искали эликсир бессмертия, эликсир молодости. Они пытались найти какое-то вещество, которое бы победило смерть. Сегодня развита идея использования стволовых клеток, когда выращивают специальные клетки, которые можно заменить умершие клетки и таким образом продлить жизнь человека. Вы знаете, большой рекламы сейчас много денег уходит на то, чтобы рекламировать БАДы, это биологически активные добавки от старости, да, там так и пишется. БАДы от старости. И, например, за один год в США было потрачено 50 миллиардов долларов на эти БАДы. То есть люди хотят быть молодыми, хотят, чтобы у них было молодое сердце, зрение и так далее. Также развивается бизнес, предлагающий криогенный метод продления жизни. Криоконсервация, наверное, вы слышали, да, когда используются очень низкие температуры, и тело человека замораживает до глубокой заморозки. Представляете? И чтобы кровь не превратилась в лед, ее заменяет физраствором. И что интересно, произошел недавно такой курьезный случай. Я это видел даже в видео, как одна фирма в Москве, они занимались таким образом, криогенным методом. А для чего это делать? Ну вот представьте себе, богатый человек заболевает раком или какой-то другой тяжелой болезнью, и врачи разводят руками, ему ничем не можем помочь. Но есть же надежда, что через 100, 200, 300 лет медицина продвинется настолько, что найдут необходимые лекарства. И тогда что нужно? Нужно лишь просто заморозить тело, да, а в нужный момент его разморозить и применить новейшие методы медицины, и тогда человек будет жить. И вот эта фирма, она заказала такие капсулы и помещает туда людей замороженных, и нужно абонемент. Подписывается абонемент, каждый месяц родственники или со счета, который остался у богатого человека, переводятся деньги. Так вот, два учредителя, ну может это в России только так бывает, они поссорились и они стали делить бизнес. А весь бизнес это вот в этих капсулах. Так они там под покровом ночи на манипуляторах приезжают, грузят эти капсулы, другая сторона приезжает, начинает эти капсулы отбирать, там капсулы падают. В общем, там ужас, что творилось. Люди, то есть, ну помните, как у Иова написано? Кожа за кожу, а за жизнь свою человек все отдаст. Понимаете? Для того, чтобы продлить свою жизнь, что только люди и не делали в древности. Да, там и купались в ванне из молока, или там с вином, и прочее, и прочее. То есть, готовы отдать последнее, лишь бы продлить свою жизнь. Я помню, ну когда я был неверующим, я очень увлекался Майклом Джексоном, вот такой был король поп-музыки. И вот он очень хотел долго жить, очень хотел. Он спал в барокамере специально, он носил маску специально, он боялся бактерий, боялся солнечных лучей, но у него была там проблема со здоровьем. И вы знаете, на все про все ему хватило на 50 лет. 50 лет он умер от передозировки лекарств, которые поддерживали его жизнь после многих операций. Люди ищут пути клонирования сегодня. Да, ведь в будущем они предлагают клонировать части тела и заменять на новые. И совсем фантастические идеи – загрузка сознания в носитель. То есть сейчас это кажется как-то фантастикой, но вот идут разработки над этим, чтобы сознание переместить, а потом его можно либо в синтетическое тело андроид, либо в киборгомеханическое тело перенести. Ну то есть любыми способами человек что хочет? Как-то задержаться здесь на земле, понимаете? Ну еще сколько-нибудь прожить, ну еще сколько-нибудь здесь побыть. Но как невозможно создать вечный двигатель, так и невозможно преодолеть поставленную Богом границу. Помните, что сказал Господь после потопа, да? «Не вечно духом моему быть пренебрегаемыми людьми, пусть предел их будет 120 лет». 120 лет. И вот примерно вот этот предел люди и живут. В Псалме 80, 10 стих написано «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет». Как при Моисее было, в принципе, так и сейчас. И самая лучшая пора их, а в другом переводе и большая часть жизни – это труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Летим не значит там, что как на самолете или там как птица. Нет, летим имеется в виду, улетаем, исчезаем как дуновение, как воздух. Сегодня, друзья, пройтись по кладбищам, и ты увидишь, знаете, смотришь и автоматически что делаешь? Там же две даты и тире, да? И ты автоматически вычитаешь от одной даты другую и считаешь, сколько же человек прожил. Ну и увидишь, там 70, 50, 40, а может и 30, и сейчас очень много молодыми умирает. И вот один поэт написал так. «Я знаю, смерть придет, не разминуться с ней, Две даты наберут под карточкой моей, И краткое тире, что их соединит, В какой-то миллиметр всю жизнь мою вместит». И действительно, эта тема очень важна, И к ней, к сожалению, очень редко прибегают особенно молодые люди. Ведь кажется, ну это когда будет? Вот там, когда-то, вы знаете, я помню, Ну это я родился в 75-м году, Я помню, у нас в детстве была такая игра, Каждый, кто знаком, встречается, И мы, а сколько же нам будет двухтысячного? Вот почему-то все так спрашивают, а сколько мне будет? 25 лет, это какая-то старость уже там, да? А сейчас людям думают, что они будут жить тысячи лет, да? Молодые люди делают планы, у них грандиозные цели, Перспективы большие. А по сути-то, смерть приходит внезапно, И мы не знаем, сколько осталось тебе или мне. Жизнь быстротечна, и смерть не запланирована. Есть одна интересная восточная притча. К одному богатому персу в саду подбежал его слуга, Испуганный, и кричит, Я видел смерть, дай мне самого быстрого коня, Мне сегодня вечером нужно быть в Тегеране. Хозяин дал ему быстрого коня, Вернулся в дом и увидел смерть, И спросил, зачем ты испугала моего слугу? Я не пугала его, сказала смерть, Я просто удивилась, увидев его здесь, Ведь я должна с ним встретиться сегодня вечером в Тегеране. Действительно, как бы человек не пытался убежать от смерти, Скрыться, обмануть, Но не в его власти этот предел. И когда мы перейдем этот Рубикон, Этот Иордан, как мы поем, Для того, чтобы войти в Царствие Небесное, Мы не знаем. И Бог, когда создавал этот мир и человека, Он сказал, хорошо весьма, Не было ни смерти, ни болезней, ни старости, Но через преступление Адама и Евы Грех появился в мире, А через грех вошла смерть во всех человеках. Помните, на Пасху читают этот стих, да? Жало греха закон. И вот, а сделанный грех рождает смерть. Возмездие за грех смерть. Смотрите, что произошло. Грех, войдя в жизнь человека, А человек сам дал права Греху действовать в его жизни. Этот грех приводит за собой смерть. И смерть уже приходит с правами к человеку. Все. Она говорит, ты мой. И действительно, каждый человек смертен, Потому что мы все рождены от Адама. И как через одного человека грех вошел в мир, Через одного человека и смерть вошла в мир. Во всех человеках. И Соломон, вот мы с вами уже и подходим к нашему тексту. Соломон размышляет об этом в своем преклонном возрасте. Именно книгу «Экклесиаста» он написал уже на закате своих дней. И он пишет эту книгу, она очень интересная. Он пишет о смысле жизни. Он поднимает в ней очень серьезные вопросы. Об этом вся его книга. Вот, например, у «Экклесиаста» во второй главе мы читаем первый стих. Нет, первая глава, извините, 12-13 стихи. «Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все, Что делается под небом». Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческих, Чтобы они упражнялись в нем. То есть, по сути, Соломон, царь, назван он здесь «Экклесиаст», Переводится слово «Экклесиаст-проповедник», Он провел эксперимент. Он предал свое сердце для того, чтобы испытывать, исследовать, Для чего вообще человек живет. И здесь, если мы бегло посмотрим, То во второй главе он и пишет о том, а что же он испытывал. И вот написано, смотрите, третий стих второй главы. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело». Четвертый стих. «Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники». Пятый стих. «Устроил себе сады и рощи». Шестой. «Сделал себе водоемы». Седьмой. «Приобрел себе слух служанок». Восьмой. «Собрал себе серебра и золото и драгоценностей от царей и областей». Помните, написано, что во дни Соломона серебро почиталось за грязь. Понимаете? Даже его никто не считал. То есть денег было очень много. Девятый стих. «И сделал себя великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме». Десятый. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им». «Ну подойди сегодня к любому молодому человеку. Ну вот в чем ты видишь счастье в жизни?» А он бы ответил. «Вот чего бы я не захотел, вот что бы у меня было? У Соломона это было». Понимаете? Потому что он был настолько богат. Ну просто не снилось никому. Ни Илону Маску, ни Билл Гейтсу, никому. Он был очень богатым человеком. И он говорит, «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья». А к чему он подходит? Он проводит эксперимент. Он начинает исследовать. И в итоге мы читаем 11 стих. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, который он трудился, я делаю их. И вот, все суета и томление духом. И нет от них пользы под солнцем. Все суета и томление духом». Иными словами, Соломон сегодня говорит вам, молодые люди. Он говорит, «Вы куда стремитесь, я там уже был». Там ничего хорошего нет. Там суета, пустота, тщета. Там ничего, то, что насытит вашу душу, нет. И вот, смотрите, он размышляет это на протяжении всей книги Экклесиаста и подходит к завершению и пишет последнюю главу, 12-ю, о чем мы с вами сейчас и прочитали. И начинает ее с каких слов? «И помни Создателя твоего». А почему это важно? И почему это главное? И мы позже найдем ответ на этот вопрос. А давайте сначала по стиху, стих за стихом, этот отрывок разберем. Первый. «Доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Соломон восточным поэтическим языком пишет о наступлении старости. «Тяжелые дни и годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». В старости уже трудно вставать, ходить, нельзя есть любимую пищу, притупляются все органы чувств. Второй стих. «Доколе не померкли солнце и света, луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем». Старость – это как осень жизни, становится пасмурно и темно. Так и в старости меркнет свет жизни, и приходят тучи вслед за дождем. Если молодым часто кажется жарко, откройте окна, посильнее кондиционер, то наоборот, в старости человек уже кутается, ему уже холодно, он хочет согреться. Осень жизни заканчивается зимней стужей». Третий стих. «В тот день, когда задрожат стерегущие домы, согнутся мужесилы, и перестанут молоть мелищие, потому что их немного осталось, и помрачатся, смотрящие в окно». Стерегущие дом – это руки. Руки, они стоят на защите тела, всегда готовы помочь. Но они уже что написано? Дрожат и трясутся. Задрожат стерегущие домы. Мужесилы – это ноги. Они уже не могут бежать, они ослабли, согнулись. И согнутся мужесилы. Мелищие, ну понятно, это зубы. Зубы не могут жевать, потому что они выпали, и их немного осталось. Так написано. «И перестанут молоть мелищие, потому что их немного осталось, и помрачатся, смотрящие в окно». Ну это глаза. Уже не могут видеть зорко, они помрачатся, и где-то нужно уже стекла толстые, да, на очках, чтобы видеть. Четвертый стих. «И запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жерного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут черепения». Двери на улицу – это уши. «Теряется слух, ты будешь плохо слышать, и не различишь шума на улице, даже звук жерного, мелищего твое зерно. Будет вставать по крику петуха, в другом переводе – человек будет просыпаться даже от щебета птицы, то есть будет страдать бессонницей. И хотелось бы выспаться, а все никак не можешь». «Замолкнут черепения, точнее, дочери пения, а это ослабеет голос. Замолкнут черепения, голос становится тихим и осипшим». Пятый стих. «И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовый окружить его по улице плакальщицы. Высоты будут им страшны, тяжело преодолевать подъемы в дороге, и на дороге ужасы, и любые возникающие препятствия на пути становятся тяжелыми. Зацветет миндаль, твои волосы поседеют, и станут подобным белым цветам миндального дерева. Отяжелеет кузнечик. В детстве ты скакал и прыгал, как кузнечик, но теперь нет ни гибкости, ни подвижности. И рассыплется каперс». Кстати, каперс можно купить в перекрестке в маринованных баночках. Да, каперс – это кустарник, он растет и в Греции, и в Израиле, на побережье Средиземном море. Знаете, такие бутончики продают зелененькие. Так вот, рассыплется каперс. С древних времен на Востоке бутоны каперса использовали как приправу, усиливающую аппетит. Иными словами, ты утратишь аппетит к жизни. Ты не будешь уже чувствовать ни вкуса, тебя уже не будет радовать ни пища, ни другие радости жизни. Помните, когда-то Давид говорит уже преклонному Верзелию, он говорит, поехали со мной, Верзели, я буду продовольствовать тебя, самые вкусные яства дам тебе. Во второй книге Царств 19.35 Верзели говорит, «Мне теперь 80 лет, различу ли хорошее от худого, узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить, и буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц». И дальше написано, «Ибо отходит человек вечный дом свой, готовый окружить его по улице плакальщицы». Вечный дом – это гроб, кладбище. И действительно, похоронная процессия, готова проводить тебя последний путь. Шестой стих. «Доколи не порвалась серебряная цепочка, не разорвалась золотая повязка, не разбился кувшину источника, не обрушилось колесо от колодезя». Если с первого по пятой стихи автор говорит о старости, то в шестом стихе уже поэтическое описание самой смерти. В шестом стихе переводчики в синодальном не точно перевели одно слово, они перевели его как с еврейского, как повязка, точнее переводится чашечка. То есть стих на русском звучит так, «Доколи не порвалась серебряная цепочка, и не раскололась золотая чашечка». В чашечку наливали масло и зажигали, на серебряной цепочке вешали, и это был светильник. Жизнь человека сравнивается со светильником, лампадкой. Золотая чашечка на серебряной цепочке, его цепочка рвется, чашечка падает и раскалывается. Огонь гаснет, гаснет жизнь, наступает смерть». Экклесиас очень поэтично описывает последние дни жизни человека. И еще два символа смерти, разбитый кувшин у источника, и сломанное колесо у колодца. И в первом случае, во втором, приходит в полную негодность то, что когда-то приносило пользу. Тело умирает. И седьмой стих. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Я помню на похоронах брат Павел Мещерин, он последний, уже заканчивал служение, он взял горсть земли и посыпал тело со словами «Из праха ты взят, в прах и возвратишься». Бытие 3.19. И действительно, Экклесиас все вот это говорит, начиная с первого. «И помни, Создателя твоего». А дальше он говорит, «Доколе, доколе, доколе не пришла старость, доколе смерть не случилась». То есть вопрос мы задали, почему же это важно и почему это главное? Да потому что жизнь человека здесь, она кратковременна, потому что возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. И раз время коротко, то нельзя его расточать на пустое. Понимаете? И об этом говорит не только Соломон, об этом говорит все Писание, «Дорожите временем, мы бы не лукавы», потому что время проходит и его невозможно вернуть, если ты можешь заработать потерянные, украденные деньги, если ты можешь построить дом, который был разрушен вновь, то и многое другое. Даже ты можешь, но время ты уже никак не вернешь. Секунды, минуты, часы, дни. И неужели то время, которое дал нам Бог, мы будем тратить попусту, ни на что, без пользы? Здесь очень большая ответственность у нас перед временем. Второе, нужно приготовиться к вечности. Вот о чем говорит Соломон. «И помни, Создателя твоего, в дни юности твоей, доколе, доколе не наступила смерть». И если ты думаешь, что это потом, это вопрос не сегодняшнего дня, это завтра, для многих это завтра уже не наступило. И это бывает очень быстро, очень внезапно. Нужно приготовиться к вечности. Земная жизнь – это точка на линии бесконечности. Вы представьте, линии, которые никогда не заканчиваются. И вот самая маленькая точка в начале – это наша жизнь. И вот здесь мы о чем-то переживаем. «Ой, что-то я еще не получил в этой жизни. Ой, что-то я еще не имею». И мы вот над этой точкой переживаем, плачем о каких-то лишениях в нашей жизни, о каких-то проблемах, сиюминутных, когда впереди линия бесконечности, которая уходит и не имеет конца. И вот тут, в этой точке, нам нужно подумать, а где мы будем в вечности? И нужно приготовиться сегодня к ней. И смерть бывает внезапной. И вот поэтому помни, Создателя, помни о смерти, помни о том, что есть первопричина всей твоей жизни, и есть тот, кто эту земную жизнь однажды остановит. Все в его руке. Послание к евреям, 2 глава, 15 стих. Павел говорит, что все люди находятся в рабстве у страха смерти. Но там есть еще и 14 стих, давайте мы его прочтем. Прочтем послание к евреям, 2 глава, 2 глава, 14-15 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, речь об Иисусе Христе, также воспринял Оны, то есть Христос стал человеком, Он принял плоть, да, а как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял Оны, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. То есть дьявол имеет власть, держава – это власть, власть над смертью. И пришел Христос, стал человеком, умер на кресте и воскрес на третий день по Писанию, и таким образом лишил дьявола власти над смертью, отобрав у него ключи. Теперь ключи у жизни и смерти у Христа. И, 15 стих, «Избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Люди подвержены рабству страха смерти. И пришел Христос, и всем, кто уверует в Иисуса Христа, кто примет его как своего личного спасителя, кто станет детем Божьим, он дарует жизнь вечную и освобождение от рабства страха перед смертью. И когда на Пасху мы радуемся, мы радуемся не только о воскресении Иисуса Христа, но и радуемся о том, что и мы воскреснем с Ним. Понимаете? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Господу Иисусу Христу, что Он победил, и Он первенец, а значит и мы за Ним. И это прекрасно, друзья, это прекрасно. Это значит, что есть будущность и надежда. Это значит, не зря мы здесь избрали путь служения Христу. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 17 по 22 стихи. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, перенес из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, когда мы просим, Помолитесь об исцелении, помолитесь о сдаче экзамена, помолитесь о дороге, чтобы приехать благополучно. И если мы думаем, что Христос нам нужен для того, чтобы решать наши вопросы заработка, комфорта, жизни, здоровья, то мы несчастнее всех человеков. Мы самые несчастные, потому что тогда напрасны собрания, напрасны чтения Библии, напрасны молитвы, если крышкой гроба заканчиваются все наши ожидания, надежды и упования на Господа. Понимаете? Все напрасно. Тогда мы ничем не отличаемся от других людей. Но наша надежда простирается дальше крышки гроба, наша надежда простирается в самое небо, в вечность, потому что все умершие во Христе оживут. И это прекрасно. И в этом Евангелии, и в этом спасении, друзья, Христос желает сказать тебе, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Но для этого нужно встать под Его знамена любви. Нужно войти в Церковь Божию. Нужно идти по следам Агнца. Нужно исполнять волю Христа. Для этого мы их приходим на собрания. Для этого мы молимся. Для этого мы исследуем Писание. Для этого мы поддерживаем друг друга и говорим, брат, сестра, не унывай, не смущайся, верь. Да, у тебя может быть трудности. Да, может быть проблемы сейчас, сегодня, здесь. Но будет вечность, где Бог отрет всякую слезу, где плача и вопли уже не будет, болезни не будет, аптек там не будет, очередей в поликлиниках не будет, там не нужно будет делать операции, носить протезы, там не нужно быть переводчиком глухонемого, потому что там язык немой запоет. Там слепые увидят, там хромые будут бегать. Это радость, что дети, когда рождаются больные ДЦП, и тяжело смотреть, а он мучается, но там будет даровано ему новое тело. Тело, которое никогда не болит, которое не будет корежиться от спазмов и судорог, там будет вечное блаженство. И мы идем туда, друзья. Это не когда-нибудь там, Господь уже сегодня, здесь, сейчас дает нам это спасение. Являешься ли ты Детем Божьим? Этот вопрос главный. Об этом говорит экклесиаст. Человек живет так, как будто будет жить еще тысячи лет. Открыть его органайзер, ежедневник, у него расписаны на многие дни и месяцы вперед планы. Он не думает о смерти, она не является пунктом в его планах. Война, рак, смерть от ковида, авария, взрыв газа, падение самолета, оторвался тромб. Ну, это где-то у кого-то. Это мы в новостях слышим где-то там, далеко. Но меня это не касается. Может, потом, будет 80 лет, тогда подумаю. А будет ли? Я, почему я эту тему-то выбрал, друзья. Недавно на работе мне стало плохо. Я даже телефон не мог взять, я попросил коллегу вызвать скорую. И вот, лежу я на каталке в скорой, датчики установили, снимаю такое-то сердце. Ну, что-то мне было совсем плохо. И вот, лежу и думаю, ну, может, все. Вот. Но, вы знаете, был покой на сердце. И для меня большим утешением была мысль о том, что я со Христом. Я со Христом. И мне не нужно бояться, страшиться. Да, то, что там семья, дети, ответственность, это понятно. Но вот перед, как бы, встречей с потусторонним, с неизведанным, ведь мы же там не были. Мы же не заглянули, не вернулись. И, о, я верю, что там все нормально. Нет, мы же это, как бы, видя невидимое, понимаете, остаемся твердым. Никто из нас не пришел, не вернулся и не сказал, братья и сестры, не переживайте, я там был, там все нормально. Нет, мы читаем Писание, этого достаточно. Мы верим. И, как бы, видя невидимое, мы твердые. И, конечно, страшно, но когда ты с Господом, наступает мир и покой, и тишина. И это дает Христос. И в этом благодать Божия, что мы не одни. Когда приходят дружки к Василию, умирающему в палате, они вместе с ним пили, они вместе играли в домино, и говорят, Вася, держись, держись, Вася. А он говорит, да я рад бы, да за что? За что держаться? Но у нас есть твердое основание. Это Христос, это Его Слово, это благодать. По своим делам, по своим поступкам я никогда не войду в небо, друзья. Сколько бы лет я не был членом церкви, как бы я не старался побеждать грех и жить свято, по своим делам я никто. Я грешник. Но Христос дает мне дар. Он дает мне бесплатный пригласительный билет. И по его милости, по его жертве на кресте дверь его дома открыта. И он дает мне свободный вход в царствие его. Со Христом ли ты, дорогой друг, дорогая душа? А если сейчас смерть, где будет твоя душа? И тогда уйдут далеко все планы и мечты. Все, что было здесь дорого для тебя, ты лишишься. Все это превратится в туман и будет иметь лишь одно значение – приготовился ли ты ко встрече с Господом? Мне нравится одно стихотворение. Я его как-то раньше часто рассказывал в собраниях. Она в автомобильной катастрофе разбилась в цвете юных лет. Лежит в больнице, заострился профиль. Во взоре гаснет жизни слабый свет. В халатах белых, не смущаясь очень, врачи шепнули тихо в стороне. Она, наверное, не протянет ночи. И слух поймал тот шепот в тишине. – Пришлите, мать! – сказала она строго. – Велите ей сейчас ко мне войти. И мать вошла и стала у порога, как бы боясь поближе подойти. – Стань здесь, поближе, мать! Я умираю, меня ты петь учила, танцевать. Я на рояле хорошо играю, но вот теперь мне нужно умирать. Мне страшно, мать, о Боге я не знаю. Скажи, ответь, как вечность мне встречать. Учила жить, но вот я умираю, а ты не научила умирать. Мы прославляем матерей так много, благоговеем перед словом «мать». Но только мать, что носит в сердце Бога, детей научит жить и умирать. И действительно, друзья, много способностей, много навыков человек приобретает для того, чтобы жить. И жить комфортно, и жить в уюте. Но кто задумывался о том, что, оказывается, нужно учиться и готовиться к переходу? Что нужно быть начеку, всегда готовым. И поэтому-то очень важны слова экклесиаста. Он все это пережил, он все это прожил. Да, мы читаем о том, что Соломон, он завел и колесницы, и много денег собрал, а потом и жены, и наложницы. Но в конце жизни, почему он и вошел в число героев веры, в конце жизни он понял. И возвращаясь к нашему тексту, давайте мы... Я прочитаю книгу Экклесиаста, заключительные его слова, 12 глава, последние, самые последние стихи его эксперимента, его исследования, его опыта. 12 глава, 13-14 стих. Но почему же все-таки детям Божьим не страшно умирать? Ведь Бог приведет все на суд, откроет, хорошо оно или худо. Да потому что за нас пролилась кровь. И потому что верующий на суд не приходит. Потому что Христос, Он истинный агнец, который был заклан за нас. И на Пасху мы вспоминаем десятую казнь, которая была совершена в Египте. Ведь в ту ночь в каждом доме была смерть. Тема размышлений. Помню о смерти. В тот момент в каждом доме была смерть. Но у египтян была смерть первенца, первый ребенок в семье умирал. А в Израиле, у израильтян, был убитый ягненок. И нужно было до этих событий каждой семье евреев взять ягненка. И вот представьте себе, ягненок должен был жить дома. Он становился за это время, что он там был, как член семьи. Он вместе с ними кушал, спал, там все в одной комнате были. И дети, наверное, так уже привыкли к этому ягненку. И вот наступил день, когда папа брал нож и резал горло, и спускал теплую кровь в тарелку, брал пучок из сопа траву, мазал и мазал косяки дверей. И ангел-губитель, слово Пасха, Песха, проходящий мимо, он увидел кровь и прошел мимо. Господь говорит, я увижу кровь и пройду мимо. Так и сегодня, если косяки нашего сердца, помазанные кровью Иисуса Христа, верою, то ангел-губитель не погубит нашу душу. И мы будем со Христом, потому что мы будем участниками воскресения. И смерть вторая не властна над нами. Смерть первая физическая, да, мы все смертные. Но есть смерть вторая, когда смерть и море, и ад отдали мертвых, и они были ввержены в озеро Огненное. Там будет плач и скрежет зубов. И если, дорогая душа, ты не примирилась со Христом, тебя ожидает смерть вторая. Но сегодня мы размышляем, момент о море. Помни о смерти. Ты смертен. Не думай, что ты будешь жить вечно здесь на земле. Придет день, когда Господь возьмет душу твою. Только где будет твоя душа? И у нас есть надежда, и у нас есть радость, что во Христе Иисусе все мертвые оживут. Слава Ему. Аминь.